Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что там скоро виднее. Ну что ж, дорогие мои, поехали. И сначала, как обычно, российские темы. Пожалуйста. Автомобилистов могут обязать платить штрафы за обрызгивание пешеходов водой из луж. Соответствующий законопроект предложил депутатцах собрания Леновласти Владимир Петров. На сегодняшний день существует реальная проблема, когда водители совершенно без зазрения совести забрызгают водой пешеходов, заявил Петров. По его словам, штраф вложит составлять 500 рублей в случае фотофиксации со стороны пешехода или, если нарушение заметит инспектор ГИБДД. Картина маслом. Инспектор ГИБДД ищет себе незаметное местечко возле сногсшибательной лужи в яме. Инспектор по лужам. А еще предлагаю возле каждой лужи камеру видеофиксации поставить. Интересно, что дешевле камера видеофиксации или яму заделать? Да и ливневки поставить, как в нормальных цивилизованных городах. Ответ для Петрова очевиден. Особенно эпично из уст массовика-затейника звучит фраза на сегодняшний день существует реальная проблема. нахрен создание дорог, нахрен медицину, пофиг на низкие зарплаты, ведь существует более реальная проблема. Ливневки, господин Петров, ливневки. Например, мой родной город Нальчик превращается в Венецию после дождей из-за отсутствия ливневок. И это ни хрена не романтично. Почему? Ну, наверное, потому что нет гондол и гондольеров. Но это, мне кажется, по барабану. Ливневке это не интересно. Он лучше придумает очередной бредовый закон. Например, штрафовать природу за то, что идут дожди. И кстати, обляпал пешехода, а 500 рублей кому платить? Пешеходу или государству? Согласен, глупый вопрос. Правительство решило разрешить продажу вина и пива на автозаправках. Сейчас АЗС на топливе почти не зарабатывают, говорит глава Российского топливного союза Евгения Аркуша. По его словам, возврат алкоголя мог бы существенно увеличить прибыльность АЗС. Минздрав выступает против, заявил представитель министерства. Дайте-ка угадаю, продавать исключительно в алюминиевых банках? А для увеличения продаж предлагаю штрафовать водителей трезвенников. Ой, Даня, а я в это трудное время для автозаправок бросил пить. Как ты мог, мерзавец? Сечин сейчас будет очень сильно грустить. Не, я понимаю, что жизнь в стране становится все лучше и лучше, а без бухла этого как-то незаметно. Но что значит почти ничего не зарабатываем? Это все равно, что если бы президент компании Кока-Кола сказал, я нихрена не зарабатываю с продаж Кока-Колы, пойду продавать возле офиса Хачапури. Правительство надеется, что за счет алкоголя вырастет рентабельность АЗС, а топливный рынок за счет этого стабилизируется. Ваши сраные АЗС нерентабельны из-за конских цен на топливо. Жадность. Да и бутылка простой воды стоит как Роллс-Ройс. А так, таким макаром, пиво можно продавать и в школьных буфетах, так сказать, чтобы выросла рентабельность образования. А чтобы экономика России стабилизировалась, продавайте сразу в правительстве. Удивительная у нас власть. То запрещают, то разрешают. Дальше, наверное, очередь за переименованием полиции в милицию и запрет на сбор валежника. Ой, то депутаты у нас ничего не зарабатывают, то страховщики. АЗС. И только простой народ зарабатывает и все ноет и ноет. Бессовестные. И кстати, чего это граждане так наивно полагают, что если АЗС начнут продавать пиво, то они сразу понизят цены на бензин? Размечтались. ФОМ. Рейтинг Единой России опустился до самого низкого за 10 лет уровня. По данным Фонда общественного мнения, сейчас партию власти поддерживает лишь 31% россиян. И эта цифра непрерывно падает. Это самый низкий показатель с 2008 года. Да не может быть, с чего это вдруг? Ну и еще больше людям каках подложите для полного счастья. 31% говорите. Очень оптимистично. Точно не забыли запятую? Перефразирую известную фразу из Игры престолов. То, чего не было, упасть не может. Когда ядро говорит, что пенсионная реформа, повышение НДС и прочих налогов это во благо, то становится понятно, что слова Остапа Бендера про ню Васюки звучали куда убедительнее. Дальше. Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Президент окончательно одобрил пенсионную реформу после принятия документа Госдумой в трех чтениях и Советом Федерации. Согласно законопроекту, пенсионный возраст для женщин постепенно повысится с 55 до 60 лет, а для мужчин с 60 до 65 лет. Новости 2040 года. Сенсация. Два мужика дожили до пенсионного возраста. Ученые выясняют, с чем это связано. Астрологи гадают, какая именно из планет стала так, что это случилось. Тем временем в Госдуме немного напряглись. А правительство совместно с Роскосмосом готовят план по уничтожению той самой планеты, которая способствовала дожитию двух мужиков до пенсионного возраста. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Наконец-то мы начали осваивать космос по полной программе. Для мужчин это 65 с половиной лет. Ну что же это, значит, если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, вы меня извините за простоту выражения. Это значит, отработал в деревянный макинтош и поехал сюда. Ну, походу, да, господин президент. Че я врать-то буду? Вы сами сказали. Так что теперь объявляем новый флешмоб. Даже вида пенсии. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Ну, не беда. Как я говорил ранее, можно теперь сказать вот так. Пока я президент, я буду ненавидеть повышение пенсионного возраста. Господин темнейший, ну вы это, намекните что ли? Может вас там спасать надо от этих плохих бояр? Может быть там у них в заложниках? Он, наверное, не думал в 2005 году, что будет у власти до 2022 года. Поэтому он не виноват. Виноват народ, который коварно раз за разом выбирал его. А он все думал, да что ж такое? Я же обещал. Теперь из-за них придется повышать. Вот. Эй, халтурщики. А ведь недавно меня халтурщиком называли именно вы. Из-за того, что до сих пор нет двух выпусков в неделю. Ну так теперь и есть. Посмотрите пятничный 163 выпуск. Старались, понимаете ли, днями и ночами не спали. Даже на звонки брата не отвечал, что тот уже хотел жахнуть по пиндосам. А просмотров что-то нема. Не такое уж это и легкое дело штамповать два выпуска в неделю, я вам скажу. Вы просили, мы сделали. Я понимаю, что вам нужно адаптироваться, но сколько можно. Тем более пятничные выпуски будут нечастым явлением. Они будут тогда, когда материалы будут действительно завались. Что прям без второго выпуска вот никуда. В общем, посмотрите, пожалуйста. Так, ладно, а хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор. Так сказать, за бугровости. Поехали. Очередной конфуд случился с Дональдом Трампом. Во время подъема по трапу самолета кусок предположительно туалетной бумаги прилип к его ботинку. Видеоролик в США стал очередным поводом для подшучивания над Трампом. Передает Daily Mail. Ну, как говорится, это к деньгам. Я думал, такое бывает только в кино. Реинкарнация Лесли Нильсона. Походу, Трамп настолько охренел, что прилетая в чужую страну или в другой город, исключительно для того, чтобы посидеть в туалете. И по ходу со сто пятьсотой попытки Юлька таки оставила сообщение на туалетной бумаге с текстом «Доня, будь ласка, хочу буты президентом». И нахрена столько охранников и помощников, если некому даже подсказать про этот конфуз. «Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби заявил, что российские комплексы ПВО С-300, которые ранее были доставлены в Сирию, не смогут отследить F-35. «У нас есть стелс-истребители, это лучшие самолеты в мире, эти С-300 даже не смогут их отследить», заявил Цахи Ханегби. «Ой, Цахи, я вас умоляю, не делайте нам нервы и сами не истерите, так и проверьте. Мы тоже не пробовали, вот и посмотрим, видят или не видят вашу беременную корову». «Так что хватит болтать, а то уже сто раз сказал, не смогут отследить». Осталось теперь убедить в этом пилотов. Ну, судя по тому, что уже вторую неделю не летают израильские самолеты, убедить, видимо, не получается. «Весь мир в ожидании. Все равно, что бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Это как реклама, причем самая дорогая. Если собьют, то будут покупать С-300. Если не собьют, будут покупать F-35. Какие проблемы? «Незалежная» требует от России отдать компании «Укрзалезница» 30 тысяч украденных вагонов, из которых 85 были куплены в кредит на средства Европейского банка реконструкции и развития. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Герашенко. По ее словам, составы остались на оккупированной территории, а долг за новые еще полностью не выплачен. «Ой, дай, отдай, должны, заплати. Впора уже министерство требований создавать. Министерство отдай и дай. Причем отдельно. Это важно». «Три ярда верните папуасы» 30 тысяч вагонов, а «залезница» не треснет? А что сразу не 500 тысяч вагонов и одну маленькую тележку? «Каждому». «Да еще и в каждый вагон загрузить угля, газа, нефть и, конечно же, сало. Небось, там еще находились спортсигары, магнитофоны, кинокамеры, замшевые куртки. Три. Причем в каждом вагоне. Только Россия тут каким боком, если вагоны находятся в незалежной? Или вы уже не считаете Донбасс своей территории? А, временно не считают, пока вагоны не вернут. В общем, отдать не могут, иначе как будут донбасский уголь возить до пенсильванского танкера, который потом отправляется в Шомере?» Ре-новости. Главу Минобороны Незалежной Степана Полторака не пустили на министерскую встречу НАТО. Об этом заявил замглавы Министерной Незалежной при Альянсе Сергей Мукосий. Министр написал письмо Столтенбергу с просьбой разрешить ему посетить проходящую в Брюсселе встречу НАТО. В ответ Полтораку прислали письмо, в котором представители Альянса объяснили, что он не может присутствовать на заседании. «Но главное, что письмо не осталось без ответа», считает Мукосий. Причиной отказа стало нежелание Венгрии видеть на встрече шумерского представителя. «Но главное, что письмо не осталось без ответа». Ой, не могу. Великих послали нахрен, а не просто промолчали. Это, конечно же, меняет суд дела. «Да вы не поняли перемогу. Вообще не беда, что послали подальше. Главное, не забыли это сделать, да еще и в письменном виде». Теперь они это письмо в красивую рамку поместят и повесят в Минобороны и караульных приставят. Вообще, конечно, странно, что вопросы решались без щита Европы. Но, как оказалось, кастрюли ничего не решают. Решают повара. «Ладно бы, если один лес, но полтора – это слишком, даже для НАТО». Уверен, в этот день европейские министры и генсек Столтенберг сказали спасибо в Венгрии. Ре-новости. Командир шумерского бронекатера Кременчук Александр Регула заявил, что его корабль невидим для российского флота. Как утверждает Регула, Кременчук под его командованием сопровождал переход кораблей «Донбасс» и «Корец» в Азовское море и при этом оставался невидимым для российских пограничников. «Я смотрел российские новости, о катере ничего не говорили», – сказал Регула. «Ну, так неуловимый Джо потому и неуловимый, потому что нахрен никому не нужен». Ну, а теперь понятно, откуда у них сто пятьсот адмиралов. Весь флот, оказывается, невидимый. «Капитан, я его не вижу!» «Возьми сначала в прицел мух, а потом дай два метра ниже и огонь!» «Адмирал Рагуля! Нашу сраную невидимую посудину засекли клятвие москари!» «Срочно тащите дихмофос! Мухи нас выдают!» Дальше. Друзья, спонсор выпуска – мощные и неубиваемые смартфоны Blackview BV9500. Этот космический корабль просто нереален. В нем есть все. И, наверное, даже можно позвонить в Пентагон и послать их нахрен. Роняйте, топите, швыряйте – ничего с ним не будет. Человечество вымрет через миллион лет, а эта штуковина останется. Нужно наколоть орехов – да вообще без проблем. Нужно выбить дверь от тарана нет – да опять-таки без проблем. BV9500 справится. Только на ногу не роняйте, иначе окажетесь в травпункте. Еще одним достоинством BV9500 является мощнецкая батарейка. Более 20 часов игр, 25 часов воспроизведения видео или все 60 часов в режиме разговора. Также этот смартфон можно заряжать с помощью беспроводной зарядки. Современный мощный процессор, сдвоенная основная камера, крутая 13-мегапиксельная фронталка, 4 гигабайта оперативки и накопитель на 64 гигабайта. Наличие NFC с поддержкой платежной системы Google Pay. Кошелек можно ставить дома. В общем, мне нравится – Blackview BV9500. Ссылка в описании. Ну что же, в общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм, Инстаграм, в Одноклассниках. Здесь информация, готовящаяся о выпусках, ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки. Дорогие мои, берегите себя.